3% любят его за деньги, а 97% ненавидят бесплатно. Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля и мы начинаем. Я честно обещала себе, что не буду касаться темы Беларуси, хотя бы потому, что в родной России проблем для освещения непочатый край. Но белорусский Головнюк вновь отличился. И на этот раз настолько, что рука тянется набрать 0,3. Или что там у них в Беларуси набирают, когда требуется скорая психиатрическая помощь. Так вот, коротко для тех, кто не в курсе. Белорусский экшен набирает обороты. Такое не представляет себе даже Columbia Pictures. Насмотревшись накануне российской бригады и бандитского Петербурга, белорусский картофель в мундире, прихватив с собой крошку-картошку, отправился на охоту. Ближе, ближе к проспекту. И казалось бы, что в этом плохого. Но охота затевалась на людей, на свой собственный народ, которому господин Жибер Александр Григорьевич обязан своим 26-летним деградированием. Увидев кадры обмундированного Лукашенко, сначала мне стало страшно, потом на секунду смешно. Ну, из-за нелепости его внешнего вида и поведения. А потом снова страшно. И возник вопрос, а кто-то проверяет состояние психического здоровья кандидата в президенты? Или Беларусь понадеялась на российский авось? Типа, на учете не состоит, значит нормальный. Друзья, это же чем надо было думать, чтобы до такого додуматься? Нет, я, конечно, допускаю, что у Лукашенко, как и у любой закатившейся звезды, мог случиться творческий коллапс. Ну, когда представитель шоу-бизнеса начинает тухнуть, и про него все разом забывают, он отряхивается от нафталина и садится выдумывать себе басню. То о том, что его изнасиловали в детстве, то еще о каких-то неправдоподобных вещах. Но Лукашенко-то шагнул дальше. Он посчитал, что в стране, где его любят, ценят, уважают и отдают 80% своих голосов, уровень абсурда должен зашкаливать. Причем, начиная с государственного уровня. И ведь понятно, что догадался не сам. Судя по постановочным кадрам, все, что мы увидели, это реально написанный сценарий. Во-первых, снято с разных камер. Во-вторых, очевидна последовательность действий. В-третьих, сценарист и режиссер решили обезопасить себя от свихнувшегося деда и подсунули ему оружие без магазина. Вы скажете, так его обычно в патронаже носят. Ну да. И в случае, если нужно будет стрелять, дед со скоростью молодой рыси метнется к своему оруженосцу, матричным движением руки выхватит рожок и окажется в боеготовности. Понятно же, что этот цирк не для реальных военных действий, а цирк ради цирка. Вы только ответьте, как можно убедить психически здорового взрослого человека согласиться на этот сценарий? У меня нет ответа на этот вопрос, но может быть мысль есть у вас? Пишите в комментариях, обсудим. И да, особенно мне интересно мнение тех, кто называл меня проплаченной пропутинской пропагандой, которая топит за изгнание Лукашенко с белорусской земли. И это всего лишь за мое мнение, что белорусы, взрослые люди, сами принимают решения и сами понесут ответственность за переворот в стране. Мы видим лишь картинку издалека. Да, все заводы работают. Да, кажется, что благосостояние страны на достойном уровне. Тогда почему народ так массово вышел на улицы? И заметьте, это не 20% о которых говорит белорусский боевик с автоматом. Может быть люди устали от того, что не держат в клетках? Может быть им не хватает тех зарплат, что они получают? Может быть они просто хотят быть услышанными? А пролетая над гнездом кукухой, Лукашенко в очередной раз включил им кино со звуковым сопровождением а-ля «Разбежались как крысы». Ну, что скажете? Хотите пополнить белорусскую крысью семью? Вот и белорусские граждане, они не крысы. Из тонущего корабля они не побежали, а наоборот, сплотились. И кстати говоря, в одном комментарии под прошлым видео кто-то сказал «Дураки вы дураки! Батька спасает страну от разрухи и поглощения ее Россией или Европой! Вот таких комментаторов реально жаль. У них одна точка зрения, и она сводится к нулю. Кругозор-то шире. Да, батька много сделал для страны, действительно старался, но сейчас в меньшей степени он думает о стране и своем народе. И в большей степени он обеспокоен тем, что потеряет власть, деньги, влияние, а впоследствии жизнь. А со своими нелепыми и порой опасными деяниями он уже в очереди на обнуление, но не президентского срока, а своих полномочий. Кстати, одумавшись утром на следующий день, Лукашенко решил, что переборщил, и в сети тут же появилась утка о том, что все происходящее – это старые кадры с мест военных учений. Ну-ну. И комментарии разбежались как крысы, это, видимо, террористы из Counter-Strike. А зам предкомитета Госдумы по делам СНГ и по совместительству единороссов Виктор Водоладский заявил, что этим видео президент Беларуси хотел сказать только одно, что будет, дальше цитата, драться с оружием в руках против организации всяких оранжевых революций. Если протесты не прекратятся, сказал Водоладский, то перемены будут, закрытие заводов и рост безработных. Поэтому Лукашенко и взял автомат в руки, закончил свою мысль депутат. И тут я поняла, что зашкаливает не только бездарность снятые киношки, но и качество комментариев этого действия. Повторю любимую свою фразу – лучше бы вы молчали. Потому как риторика «Картофельного короля» ну совсем не направлена на урегулирование происходящего. Например, как вам факт о том, что Лукашенко собирается по-мужски разобраться со всеми учителями, которые отказались фальсифицировать протоколы голосования? Проще говоря, уволить за правду. А как вам такой пример? Все митингующие из государственных предприятий должны быть уволены. Обратно брать будем только раскаившихся. Но это не точно. Друзья, не это ли унижение собственного народа? Не это ли диктатура? И не это ли отсутствие свободы слова, где гражданин не может высказать свою точку зрения? Да с таким подходом коренных белорусов на белорусских предприятиях и школах не останется. Все будут уволены. Но вы не расстраивайтесь, Александр Григорьевич. В России много тех, кто хочет наслаждаться вашей диктатурой и работать на ваших предприятиях за ваши копейки. Привет всем, кто топит за продолжение Батькиной вакханалии. И кстати, а вы знаете, что два наших президентских пересидка, в смысле те, что пересидели в кресле президента, договорились о том, что российская вакцина от коронавируса теперь будет испытываться на белорусах? И это тогда, когда Америка заявила, что не будет прививать нашей разработкой даже обезьян. Но белорусы ведь не обезьяны, подумал Лукашенко. На них можно. И принял предложение российского лидера. Друзья, может быть уже кто-нибудь объяснит ему, что он не акционер предприятия под названием Беларусь. Он наемный работник. Да, возможно он генеральный директор, но он не имеет права захватывать заводской цех и брать в заложники сотрудников. Но не имеет права удерживать власть. Он поработал и получил за это деньги. Белорусы оценили и больше в его услугах не нуждаются. Вот так эпично Беларусь разделилась на до и после, на цветы и автоматы, на свободу и клетку. А то, что сейчас происходит в Беларуси с применением ОМОНа, это политическое изнасилование коренного населения группой лиц по предварительному сговору. И это уголовно наказуемое деяние обязательно будет наказано санкциями и изгнанием с политического Олимпа. Точка невозврата достигнута и как прежде уже не будет. Вот такая трагикомедия произошла в Беларуси на этой неделе. Ну а я с вами прощаюсь, но ненадолго. Скоро увидимся. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!